Сегодня 24-я годовщина со дня вывода войск из Афганистана. В этот день воины-интернационалисты вспоминают подвиги тех, кто не смог вернуться домой. Антон Александров побывал на торжественном митинге. Торжественный митинг в честь дня вывода советских войск из Афганистана собрал ветеранов этой войны даже из городов-спутников. К мемориалу афганцев также пришли студенты, представители религиозных объединений и власти города. Стойкость и мужество афганцев – пример истинного патриотизма для подрастающих поколений. Уважаемые ветераны-афганцы, уважаемые матери, отцы, долы, чьи самые близкие и самые родные люди не вернулись к этой войне. Мы склоняем голову перед вашей скорбью, перед болью и восполнимой утратой. Подвиг ваших сыновей, дружей и братьев не будет забыть никогда. Желаю всем ветеранам и участникам войн, материальным отцам, словам и детям погибших, здоровья, большой жизненной стойкости, благополучия и активизма. Около двух тысяч карагандинцев прошли боевыми тропами Афганистана. И каждый год 15 февраля ветераны этой войны собираются, чтобы отдать дань памяти этому событию. За 24 года, что отмечают эту дату, уже из мирной жизни ушли еще 250 человек. Смириться с утратой родного человека невозможно. Мария Трошина хоть и не хотела, чтобы муж служил в Афганистане, но поделаться этим ничего не смогла. 15 июня 83-го года Виктора Трошина призвали. Он был командиром батальона. Так что этот день женщина переживает с трудом. Это очень тяжелый день, как говорят, со слезами на глазах. Праздник ребятам тем, которые остались живы. А нам вот это всю жизнь. Я осталась двумя детьми. Вот, конечно. Это невосполнимая утрата. Возложение цветов и, конечно же, речи с импровизированной трибуны. Все о великом подвиге и воспоминания о труднопережитом. Но после официальной части, конечно же, все отправились в развернутую неподалеку полевую кухню, где могли отведать солдатской каши. Антон Александров, Мурат Токенов, Равиль Валеев, 5 канал.